Всем привет, мои дорогие друзья, и в этом видео я расскажу вам о тех книгах, которые я прочитала за март и апрель, и о которых хочу вам рассказать. Поехали! Сегодня у меня будет звук. На вот этот замечательный микрофон, который стоит в углу, я пока что ещё думаю, как мне правильно им пользоваться. Это первая-первая моя съёмка. Давайте подержим кулачки, что у меня звук запишется хорошо, и что у меня будет хорошо слышно. И давайте начнём по порядку с последних, с первых книг, которые я вот недавно прочитала, к последним, ну то есть наоборот получается, я думаю, что вы меня поняли. И последнюю книгу, которую я вот дочитала прямо буквально вчера, это книга Дарины Стрельченко, она называется «Кукла лов». Это новая её книга, и я её читала в электронном формате, потому что ещё в бумажном издании этой книги нет, она сейчас уже есть в лабиринте на предзаказах. Ссылочку оставлю вам в описании. И в общем, что хочу сказать, это была книга, о которой я меняла, не то что меняла своё мнение, я просто даже не представляла, что от неё ожидать. Изначально я боялась, что это будет книга фэнтези, хотя я прекрасно прочитала, прекрасно видела, что это книга жанра магический реализм. Но вы знаете, что это далеко не мой жанр, что фэнтези, что магический реализм, и почему-то для меня это было примерно одно и то же. Хотя, в принципе, я понимаю, что это разные вещи, и когда я начала читать эту книгу, я поняла, что она мне интересна. В первой странице я вообще не понимала, что происходит, потому что на тебя, знаете, сразу спектр эмоций, какой-то гневы, злобы выливается. И это через призму юноши, молодого человека, парня, который только-только должен заканчивать школу, у которого умирает мама, и у которого отец, вместо того, чтобы купить таблетки, последние какие-то шансы были спасти их маму. Ну, там, мизерные, но были. И вместо того, чтобы потратить деньги какие-то, откуда-то он нашёл, на вот эти таблетки, он покупает куклу. И ты такой думаешь, что, простите? Мальчик просто в гневе, в ярости на отца, он не может его простить, он мечется, вот, хочет исправить эту ситуацию. Это вот просто буквально первые, там, пять страниц, да, и вот это вот на тебя обрушивается с самого начала. Интересный такой ход, потому что после такого тебе уже тяжело от книги оторваться, и ты же думаешь, так, почему-то же это всё-таки было, почему, да, понять отца, почему он так сделал, да, понять вообще всю ситуацию этой семьи. И, в общем, автор сделал всё очень правильно, потому что дальше я не могла оторваться от этой книги. И тут нам показаны отношения, да, семьи. А отец у него был у этого мальчика, у нашего главного героя Олега. Он работал в кукольном театре, и он очень просто любил куклы, он прям горел этим кукольным театром. И Олег, наш главный герой, тоже в детстве вроде любил, но вот с этой ситуацией, потому что отец очень много пил, отец очень много времени проводил с куклами со своими, да, там, в этом кукольном театре. Они очень много ссорились с мамой, и он этого не мог простить, поэтому его прямо отвернуло от кукольного театра, от вообще всей этой истории. А уж после этой ситуации, которая случилась, так вообще. И в один момент наш главный герой решается не только матери, но и отца. И в наследство ему передаются чемоданчик с этими куклами. Отец, которым не разрешал подходить, он их очень сильно оберегал, там, говорил, что эти куклы, и вот как раз вот эту куклу последнюю, которую он купил, потратил последние деньги, стоило какие-то неимонимые. И мальчик не мог понять, что же тут такого, но у него настолько было отвращение, что он к ним даже не прикасался. Там они тоже к нему не сразу попали, это тоже подробно рассказывается в книге, как они к нему попали, почему, что это предвещало, как это так получилось. И что мне понравилось в этой книге? Я настраивалась на некое фэнтези, да, как я уже вам говорила. Но нам начинает рассказываться, как живёт мальчик в этих условиях, да, он потерял сразу двоих родителей, у него нет ни бабушек, никого из близких, родных у него нет рядом. И он начинает как-то самостоятельно существовать, при том, что он ещё в 11 классе, он поселяется в общежитии при университете и уже начинает думать как-то о своей будущей жизни, как ему дальше быть. И тут он знакомится с девушкой, с Катей, вроде ненароком, раз они встретились, два встретились, и тоже как-то она его цепляет. Такое ощущение, что она его как... не специально, да, но вот постоянно их пути сходятся вместе. И, как я уже сказала, куклы, которые вот эти вот покрытые тайным мраком, появляются у Олега, и теперь что-то происходит с Олегом. Теперь его не могут отпустить эти куклы. Почему вы узнаете в книге, и просто у него начинается какая-то мания, у него есть план, у него есть цель, и он ей придерживается, он просто видит и идёт напролом. И я опять ушла от темы, почему мне понравилось, потому что вы видите вот это взаимодействие подростков двух, да, как они общаются, как они начинают дружить, как вот этот подросток переживает, да, утрату, как он справляется с обидами, как он начинает там понимать кого-то из своих родных, почему вообще так произошло, и почему так всё закончилось. Помимо того, что на протяжении всей книги вот эта вот главная тема является, это кукольный театр, это вот закулисье кукольного театра, работа, даже тёмные какие-то сделки. И вот он получает эти куклы в наследство, да, и он хочет найти остальные три куклы, потому что эти куклы из одной пьесы, которую очень любил её отец, Серая мельница. И он понимает, что там недостаёт каких-то кукол, всё, он пытается их найти, и как, какими способами он это делает, и его ли это желание или нет, или это куклы им, да, знаете, руководят. То есть как люди куклами руководят, так куклы тоже могут людьми. Это очень-очень интересно, и до конца, до последнего ты не понимаешь, чем же всё закончится. И конец получился такой, наверное, вот лучше бы я и не придумала, не пожелала, потому что думаешь, чем же это всё закончится, потому что какой-то клубок такой намешивается, и ты думаешь, а как вот из этого главный герой выберется. И я тот человек, который не люблю тему, да, такую, мне эта книга очень понравилась, потому что она даже, знаете, как подростковая немного, потому что тут и проблемы вот учёбы, да, университет, общение со сверстниками, много чего интересного. Но я ей говорю, самое главное, она вас захватывает с первых страниц, тебе даже в какой-то момент неприятно, ты злишься, не понимаешь, но она тебя не отпускает, ты хочешь понять, чем всё закончится. И сначала мы осуждаем одних людей, да, а потом, как показывает практика, некоторые люди бывают точно такими же, как те, кого они осуждали, или даже, может быть, хуже. Поэтому тоже не всегда надо судить, нет, там тяжело было не судить, но просто какие-то бывают моменты, что главное тебе не превратиться в того же человека, которого ты судишь, потому что иногда бывает даже страшнее. Так вот, я тему кукол вообще не люблю, я их как-то и кукольный театр не очень любила, потому что для меня вот это неживое, да, когда пытается стать живым. Для меня это немного, ну не то, что страшно, но как-то неприятно. Вот, я больше люблю обычный театр. И когда мне предложили прочитать эту книгу, я сначала посмотрела, мне понравилась аннотация изначально, и я посмотрела на неё, и у меня сразу помнилась песня Короля и Шута «Кукольный театр». И как раз в тот момент я прям очень слушала Короля и Шута, и думаю, так, это знак, надо её взять. Вот, поэтому эта книга мне понравилась на моё удивление, потому что я не ожидала, что такая тема меня заинтересует. И автор Дарина Стрельченко мне очень понравилась, то есть, оказывается, у неё много книг, это вот «но». Поэтому книга мне понравилась, в дальнейшем я, мне кажется, буду узнакомиться с другими книгами этого автора. Если вы заинтересовались этой книгой, то обязательно успевайте оформить предзаказ на Лабиринте. Ссылочку я внизу в описании оставлю, потому что я говорю, я человек, даже я не особо люблю магический реализм, но от этой книги мне было не оторваться. Она читается очень легко, очень быстро, я её, ну вот, грубо говоря, дня за два прочитала, за, ну, три, давайте так, да, если было бы у меня время. Поэтому советую вам познакомиться. Следующая книга, которую я тоже прочитала прямо на днях, и это новинка, горячая новинка «Фантома» «Зимний сад» Кристиан Ханны. И вот насчёт этой книги у меня очень много эмоций, у меня очень много вообще мыслей, которые хотела озвучить, которые я думала, да, на протяжении всей той книги, когда я её читала. И когда я её закончила, я с лёгкостью выдохнула, потому что я сказала, фух, вначале, когда я начинала эту книгу читать, мне она не понравилась совершенно. Пол книги ты читаешь, и ты думаешь, какая связь тут с Ленинградом, да, с блокадой Ленинграда. Ну, ты понимаешь, но это настолько всё завуалировано, и как бы больше проблем даже не о блокадном Ленинграде, а о сталинских репрессиях или ещё чего-то, как завуалировал автор. К сожалению, эта книга не станет одной из моих любимых, там, как это было «С жизнью наедине» или «Четыре ветра». Это сразу видно, что начальные романы Кристиан Ханны, конечно, она в начале своего, да, скажем так, творчества писала, ну, как по мне, более слабо. И самая главная была её ошибка или, ну, минус этой книги, что она не проработала и вообще тему русских, России, то есть, когда ты пишешь, когда она пишет о том, о чём она хорошо знает, то есть, о Аляске, да, о проблемах, да, посттравматического синдрома американцев после войны, да, после Вьетнамской войны, или, там, «Четыре ветра», о Великой депрессии, которую автор тоже хорошо знает, да, потому что это её страна. Она тут пишет и проявляется во всей своей красе. Но когда автор не особо знает Россию, не особо понимает наш русский менталитет, не особо вообще проникся этой историей, ну, как она прониклась, наверное, но по-своему, а вот именно русской души тут не хватило то, чего мы, читатели из России, наверное, этого ждали. В точности, там, моментов многих, и то, что чёрный король, да, они описывали его хуже, мне кажется, даже, чем Гитлера, да, были какие-то такие моменты, но не так, как это описала Кристиан Ханна. Я думаю, в блокаду Ленинграда они больше думали о другом. И вот если сравнивать, да, эту книгу, ну, это, конечно, нельзя сравнивать, но просто если бы, допустим, Кристиан Ханна почитала бы даже ту же книгу Олеси Адамовича и Даниила Гранина, блокадную книгу, я думаю, она бы немного написала бы по-другому. Кстати, тут был персонаж Адамович, только Василий. Не знаю, это действительно ли такой персонаж был, или это выдуманный, но у меня прям отсылочка к блокадной книге сразу произошла, вот, который тоже собирал сведения про блокадный Ленинград. Это вот из минусов, что мне не понравилось. Давайте расскажу сюжет. Сюжет. Две сестры, у них умирает отец, которого они очень любили, который был таким очень чутким человеком, добрым, любящим, и они остаются только со своей матерью, которую они всю жизнь не могли понять. Она всегда была холодная, она всегда была отстранена вообще от всей жизни, от дочек, то есть они даже думали, что она их просто не любит. И только отца она по-настоящему любила, и отец её очень сильно любил. Девочки никогда не могли понять, почему так мама с ними поступает, почему вообще вот так в жизни происходит, что они, вроде у них и есть мать, но они лишены её ласки, заботы. Она никогда не рассказывала, откуда она, кто она, какая у неё была жизнь, какая у неё была судьба. И только рассказывала сказки, которые девочки очень любили, потому что это единственный момент, вот такое некие сближение было их с мамой. И когда отец умирает, он просит жену сблизиться с девочками и рассказать сказку до конца, а девочкам просит понять маму и попросить её, чтобы она рассказала эту сказку. Тоже разные истории и ситуации происходят. Девочки Меридит и Нина, тоже разные персонажи. И вот на протяжении половины книги, да, я думала, почему же все настолько плохие персонажи, почему меня ни к одному не тянет, мне ни одного не жалко. Нет, мне было очень жалко, я, в принципе, такой жалостливый человек, но какие-то они были такие странные, со своими проблемами, которые сами себе же и придумывали. И я долго не могла этого понять. Меридит — это старшая сестра, да, которая не получила своей любви, да, но вот она всё всегда старалась быть такой ответственной, всё делать на пять с плюсом, вот чтобы заслужить какую-то похвалу от матери, от отца. С папой у них были, да, близкие отношения, с мамой нет, так она и не получила. Какая-то, наверное, травма всё-таки в детстве у неё произошла. И вот у неё разлад с мужем, дочери тоже от неё уже уехали. Я долго, я вот читала, и я думаю, ну когда же ты... Она даже понимала, она говорит, наверное, мне надо что-то вот подойти, там, доброе, милое сказать своему мужу, наверное, там, приинтересоваться или попросить у него помощи. И тут же такая, ну нет, я буду в своей скорлупе, мне так комфортнее. И я думаю, ну ты же понимаешь, ну ты же понимаешь, что он хочет там от тебя чего-то, да. Ну почему ты не возьмёшь и не сделаешь? Я долго этого не могла понять, но потом мне её очень было жалко, потому что она в своей же вот этой вот скорлупе себя и замуровала, и осталась одинокой. И вот на Мередит я смотрела и говорю, так ты же такая же, как мать, почему ты удивляешься, что она себя как-то ведёт по-другому? Ты же точно так же себя ведёшь. Грустно было её в определённые моменты. Кристиан Хана, конечно, может сделать так, что ты заплачешь, что ты будешь плакать. И я несколько раз, у меня слёзы накатывали, потому что автор умеет на такие струнки души надавить, которые, наверное, я не знаю, не могу сказать, что близки, но которые могут вызвать вас на эмоции. Нина совершенно другая, это другая сестра, она более живая, она более похожа на папу, и она не может усидеть на месте, вот она всё живёт, вот как ей хочется, да, она проще относится к жизни, и не понимает Мередит, Мередит не понимает Нину. И вот на этой почве у них происходит конфликт, да, потому что за мамой надо следить, она какая-то вроде не в себе, вроде всё и нормально, но какие-то у неё флэшбэки из прошлого, да, но они этого не понимают. И вот тут вот Мередит говорит, мне надо следить за мамой, и вот тут приезжает Нина, немного сумбурно рассказывает, но просто не хочу проспойлерить весь сюжет, потому что и так много уже рассказала. И вот тут вот мама начинает им рассказывать их историю, да, её историю. И сначала это всё происходит завуалировано какими-то сказками, я сижу и думаю, ну и где тут Ленинград? Да. Мне полкниги, я прям вообще, я вот больше жизни их мне нравилось, да, вот читать за их отношениями между собой, там с мужьями, вот эти сказки. Потом уже после середины происходят там некие перемены, да, и уже идёт рассказ про блокадный Ленинград. И вот тут вот, да, я чуть-чуть хотя бы поняла, всё-таки, да, всё-таки про блокадный Ленинград это книга, но, опять же, некоторые моменты, думаю, вряд ли бы так это было. Но много было хороших моментов, конечно, трогательно-грустных, тяжёлых в конце тоже прям концовка, но вот концовка мне всё сгладила, наверное, хотя остались много вопросов всё равно, почему мама себя так вела. Как бы есть ответ, но это очень-очень странно. И вот эта вот мама, Аня, да, она больше показана как-то как американизированная женщина, хотя они показывали это вроде как русская женщина. Ну, тоже свои интересные моменты есть, и также мне показалось, что многовато стереотипов как-то про русских, очень уж много стереотипов, но, да ладно, допустим, насчёт этого момента можно простить, потому что как бы у каждого из нас складываются какие-то свои стереотипы. Поэтому этой книге я поставила, наверное, четвёрочку из-за вот этих вот недочётов, нюансов и нехватки понимания нашей русской души, да, но за то, что всё-таки где-то вот тут вот у меня что-то всколыхнулось, что-то где-то я прослезилась, да, где-то мне было очень жаль героев, всё-таки Кристиан Хан на своём месте. Поэтому не могу сказать, что это прям одна из любимых моих историй у этого автора, но всё равно запомнилась она мне, и я очень рада, что я её прочитала. Далее у меня тоже идут какие-то сплошные разочарования в этом месяце. Ну, как не сплошные разочарования, немного в Кристиан Хан не подразочаровалась, но не то, что разочаровалась, но намного меньше мне понравилось, чем я считала. Хотя я, кстати, очень боялась, что там, знаете, будет момент, что там в деле людей, что-нибудь ещё такое, вот как любят про это писать. Но нет, хорошо, что такого не было, но некоторые моменты всё-таки были. И вторая книга, которую тоже прочитала в этом месяце, и которая меня разочаровала, это «Отель Артура Хейли». Я очень расстроилась, что мне эта книга не понравилась. Она показалась мне какой-то затянутой, скучноватой, предсказуемой. И после аэропорта, который просто покорил меня, просто влюбил меня в себя, и я думала, что «Отель» будет такой же. Тем более я очень много отзывов положительных читала про «Отель», что это невероятный роман, что он попадёт там в лучшие топ-годы однозначно. Но у меня такое не случилось. Я сначала думала, что я, может, отрывками его как-то читаю или что-то ещё. Нет, просто в аэропорте он описывал пару часов, а тут он описывал неделю. И ты такой уж думаешь, да, можно было бы и подсократить. Потом думаешь, да, можно было бы об этом и чуть-чуть как-то поживее описать, и не так предсказуемо, потому что некоторые моменты, ну, я так и думала, я так и поняла. Вот, тоже детективная линия. Концовка прям уж была уж очень, скажем так, если в аэропорте там всё благополучно закончилось, то тут не всё благополучно закончилось, и прям меня она аж поразила, удивила. Вот, да, концовка. Хотя я понимала, что что-то должно случиться в конце, но я не думала, что всё будет настолько жёстко. Поэтому вот тут вот отель я, наверное, ставлю даже троечку, три с половиной, может быть, потому что, ну, как-то вот я прям разочаровалась. Напишите в комментариях, кто читал отель и понравился ли он вам или нет. Может быть, если я прочитала сначала отель, а потом аэропорт, может быть, мне отель бы и понравился, это было бы что-то новое, интересное. А так, к сожалению, я прям чуть-чуть подрастроилась. И ещё напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, что можно ещё прочитать у Артура Хейли, чтобы не разочароваться вообще в дальнейшем и об этом писателе. Потому что всё-таки слог, всё-таки написание очень легко всё читается, очень интересно, и следить за всеми персонажами очень интересно. Немного расскажу о сюжете. Сюжет нас книги переносят в отель и открывает весь его занавес. То есть все служащие отеля, да, какие-то постояльцы их, и вот как они относятся к постояльцам, как они относятся к людям, там, о-о-о, богатые и, там, важные очень люди, да, как это всё происходит. Также какие-то любовные линии у нас есть. А самое главное, этот отель на грани банкротства, то есть его хозяин уже всё, просто этот отель изживает от себя, и вроде у него хорошая марка, да, его все очень любят, но сейчас мир не стоит на месте, и новые отели завоёвывают всё больше и больше популярности. Но многие и любят именно этот отель за такую душевность, за, наверное, именно отношение к людям, а не как вот просто, да, на конвейере люди приехали, уехали, вот, а именно какая-то вот эта вот душевность и отношение. Поэтому сюжет интересный, но вот такую оценочку я поставила ему. Следующая книга, про которую я хочу вам рассказать, это книга ещё одна моего любимого издательства «Фантома». Это Бенджамин Вуд и его «Эклиптика». Вот эта книга, кстати, мне, я понимаю, что понравилась, потому что после того, как я её прочитала, я вот так вот сижу и думаю, а что это было? Что вот я сейчас только что прочитала? Столько интересных моментов было. Где-то в серединке мне чуть-чуть показалось затянуто, начало было такое бойкое, интересное, серединка такая затянутая, и концовка вообще просто выбила меня из колеи, и я не ожидала, что так всё произойдёт. И я такая «Ого! Интересно!» Тут рассказывается нам о, скажем так, пристанище, прибежище, да, куда съезжаются все, скажем так, творцы, художники, да, художники не только в плане, которые рисуют картины, но и музыканты, писатели, скульпторы, в общем, все люди, которые как-то связаны к искусству. И туда приезжают, вот на этот, он остров, не остров, в общем, то место, куда тебе даются билет, два билета туда и обратно, то есть туда билет. Ты приезжаешь, и когда за тебя платит спонсор, да, и проплачивает твоё проживание, и когда ты совершаешь, наконец-то, что-то дельное, да, что-то стоящее, то ты можешь уехать обратно. То есть ты живёшь, не переживаешь за своё существование, за деньги, да, чтобы жить, где жить, то есть ты живёшь и именно пытаешься что-то сделать. Но, как вы знаете, когда у тебя идеальные условия, то вряд ли ты что-то придумаешь гениальное. Мне кажется, и всем людям творчество нужно что-то такое из ряда вон выходящее, чтобы как-то это повлияло на тебя, и только тогда ты сможешь что-то такое эдакое нарисовать. Так вот, отправляют туда людей, у которых, ну, скажем так, творческий кризис, да, которые потеряли себя, которые не могут себя найти, но которые уже проявили себя очень хорошо, и в этих людях, да, они заинтересованы. И у нас две женщины, одна писательница, и вот наша главная героиня Элспет Конрай, она художница. Это местечко, кстати, недалеко вроде от Стамбула, где-то в соснах, такое спрятанное, живописное, очень красивое. У неё есть вот подруга, да, писательница, и некоторые мужчины тоже, вот они такой небольшой своей компанией дружат. Один скульптор, другой я вот уже не помню. И к ним, на их попечение, скажем так, на их, то есть как кураторами их делают, приезжает на этот остров молоденький мальчишка, парнишка лет 17, и они думают, что могло с ним случиться такого, что он сюда приехал, что он потерял смысл жизни, как они говорят. Но если уж бывший школьник, да, приехал сюда, то, что можно уже сказать про нас. И вот он какой-то там весь загадочный, таинственный, весь в себе. И наша главная героиня Элспет пытается ему помочь, хочет помочь. Она, знаете, как материнский такой инстинкт, чувства у неё просыпаются. И вот она курирует его всё, хочет ему помочь. А он такой сначала не подпускает, и так потихонечку-потихонечку. Но сразу вас предупрежу, что этот мальчик — это не самый главный герой, вот, как и кажется потом. Но на нём завязка есть. Просто чтобы вы не разочаровывались, как я. Потому что я думала, об этом будет вся книга, но нет, она поделена на части, и первая часть вот про это. А вторая, там, третья часть, они немного про другое, они уходят. Как бы она всё цепляется, но уходят в прошлое нашей главной героини, и потом тоже в некоторый момент её жизни. А ещё на острове им дают свои имена. То есть она была Элспет, а стала Нел. И то есть всё, ты уже, вот, твоё имя, фамилии у тебя их нет, паспорта у тебя тоже нет, у тебя есть вот новое имя. С ним теперь и живи. И вот она хочет помочь мальчику, хочет понять, откуда у него эти страшные какие-то ночные кошмары. Он в полубреду может прибежать вообще полуголый или даже голый, а он, ну, как лунатик, да, только страшно, ему страшно, он бежит откуда-то, и вот она не может понять, что с ним происходит, что такое, почему им директор про это не сказал. Такая вот история, она так завязывается, но дальше продолжается совсем по-другому. Интересная, можно даже чуть-чуть разочароваться, вот как я говорю, в серединке ты думаешь, ну, и, и, а дальше продолжение, что будет дальше. Вот, немножечко она временные моменты в ней есть, но что мне понравилось в этой книге, тут очень много искусства, тут очень много про картины, очень много про скульптуры и вообще какие-то цитаты, там, про музыку. Я очень такое в книге люблю, и вообще очень интересный роман. Я люблю такие книги, когда ты прочитала, и не просто ты такой, всё, поняла, закрыла. А ты закрыл? Или даже не закрыл? И думаешь, а что это было? Вот что я сейчас прочитала? Так, понравилась мне эта книга или нет? И вот, когда я начинаю задумываться, понравилась мне книга или нет, это хороший признак того, что книга всё-таки не прошла мимо, не прошла даром. Кстати, тут тоже есть немного даже физики, я как-то пыталась понять эту эклиптику, но для меня это было очень тяжело. Вот, так что этой книге я прям поставила, наверное, сначала в четвёрку, но, наверное, четыре даже с половиной, может быть. Поэтому Бенджамин Твуд мне понравился, и всё-таки, наверное, больше, да, чем нет. А ещё одна книга, которую недавно читала, она мне выпала, по-моему, мартовские чтения, или в апреле. В апреле, по-моему, у меня выпал ченг из айтматов, и вот такой спорничек у меня плаха, да, из азбуки, большие книги, но я прочитала оттуда «Тополёк мой в красной косынке». Я ещё должна была первого учителя, но первого учителя я не успела прочитать, вот, а очень давно хотела «Тополёк мой в красной косынке» прочитать. И в книге нам рассказывается про молодого, ну, это как рассказ в рассказе, как любит айтматов делать, мне это очень нравится, и нам рассказывается про молодого водителя, Ильяса, который как-то однажды застрял по степной, ну, ехал по степной дороге и застрял, увяз, вот, и познакомился с девушкой, такой тоненькой, аккуратненькой, которую звали Ассель. И вот они влюбились, и у них чувства, всё, Ильяс увозит нашу девушку, да, они выходят замуж, женятся против воли её родителей, всё, они вроде живут, у них всё хорошо, но по воле случаю происходит, то у Ильяса случаются проблемы на работе, и вот из-за этого момента дальше идёт цепочка всех остальных проблем, которые дальше у него происходят в жизни. Я сейчас не буду вам рассказывать, потому что тогда расскажу всю историю, зачем это вам, лучше сами прочитайте, тем более, эта повесть совершенно небольшая, там, я не знаю, страниц 100 есть, мне кажется, даже меньше, но вот эта местность, где они живут, очень здорово описывает автор Ченгиза Айтматов, да, и вот эта вот сложная работа водителя тоже очень так будоражит, и отношения, конечно, и я сначала думала, что главный герой, да, Ильяс, он как положительный герой показывается, к концу, я думаю, что более как отрицательный, но тот человек, который понял свои ошибки, принял их, и я думаю, что они без следа не прошли эти моменты у него, я думаю, ему это пойдёт на пользу, но тут даже особо рассказать я не могу, потому что сюжет я не могу рассказать, но опять вот эта вот психология, которую показывает Ченгиза Айтматов, да, описание, вроде он много всего рассказывает, несколько лет жизни, да, там не то, что несколько, ну, приличное такое время, в небольшом количестве, то есть небольшое у нас получается, небольшая повесть, и это так интересно, увлекательно, и тебе не скучно, а интересно, и ты думаешь, а что же будет дальше, вроде вот сейчас всё хорошо, что же будет дальше, что может дальше такого произойти, и автор всё-таки придумывает, и автор нам рассказывает, что потом тебя, ты думаешь, ух ты, я даже бы и не подумала, что вот так вот может быть и произойти, да, и вроде всё бы хорошо, что тебе не живётся спокойно, а вот чего-то не хватает, да, вот этим вот, ух, таким горячим таким мужчинам, которые должны доказать всё, то, что они могут, что они не просто такие обычные рядовые рабочие, а то, что они могут больше, чем показывают, да, то есть и стараются это показать, эта книга, да, об этом, и тоже я считаю, что с Айтматовым обязательно нужно знакомиться, если вы вдруг ещё не знакомы. И последние две книги, о которых я уже, в принципе, рассказывала подробно в видео, которое тут сейчас будет, это любимые авторы, лидеры группы Король и Шут, и две книги, просто на которых я хочу обратить внимание, это Герберт Уэллс и его Человек-невидимка, познакомилась тоже, это как раз был март, первый раз познакомилась с этим автором, и мне понравилось, то есть я не ожидала, что так глубоко может, да, копнуть автор в фантастике, и я посмотрела на других авторов фантастики по-другому, но, наверное, сначала это был предшественник, другой автор, это Александр Беляев и его Человек-амфибия, я, конечно, не в этом прекрасном издании читала, я читала в электронном виде, потому что у меня книги не было на тот момент с собой, но я нисколько не пожалела, и вот тут вот Беляев, наверное, повернул меня в сторону фантастики и сказал, что нет, не просто такие юношеские рассказы, да, а тут и смысл, и приключения, и это очень-очень интересно, я вот уже рассказывала, что Беляев мне даже чем-то был похож на Майн Рида в Человек-амфибии, может, вы сейчас не будете со мной согласны, или Джек Лондон, вот это вот приключения, искатели сокровищ, да, добывание денег, вот этим вот мне напомнило, но мне очень сильно понравилось, прям вот Человек-амфибия, да, и Александр Беляев, это было просто для меня главное открытие того месяца. А на этом, мои дорогие друзья, мое видео подходит к концу, я надеюсь, что звук мой записался хорошо, потому что это мне был подарок на день рождения, чтобы ваши ушки слушали только хороший звук, а я вас всех сильно-сильно люблю, напишите в комментариях, какие книги читали в этом месяце вы, мне будет очень интересно почитать, я вас всех очень люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok